В прошлый раз мы говорили о том, как Бог будет судить тех, кто исказил Его истину, извратил Его дары, у кого темный разум. А сразу после всего этого, если бы Павел проповедовал, а не писал, то вы бы почувствовали, что он, даже не успев передохнуть, переходит к моралистам, самоправедным и религиозным фарисеям. Сразу же из первой главы во вторую. В оригинальном тексте этого разделения не было. Те, кто слушали, как Павел говорил о Божьем суде, на тех, кто искажает Его истину и извращает Его дары, наверное, думали и говорили, «Давай, Павел, добивай их! Добей их этой правдой! Мы с тобой, потому что мы не такие, как эти грешники. Мы куда лучше!» Именно поэтому, как я уже сказал, Павел без передышки переходит от тех, кто искажал истину, к моралистам и религиозным фарисеям. Он говорит, «Вас тоже это касается, вам не избежать Божьего суда». Именно поэтому в первом стихе сказано «и так» или «поэтому». Когда вы видите в Библии слово «поэтому», узнаете, почему. Он хотел сказать тем религиозным лицемерам, что у них тоже нет оправдания. Если вы думаете, что Бог будет судить только язычников или грешников, то вас ожидает шок, потому что вы тоже будете судимы. Аминь. Вас, скорее всего, ждет еще более суровый суд, чем их. Почему же? Потому что вы отказались принять Мессию. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 7 главе с 1 по 3 стих. «Как ты можешь говорить своему брату, «Дай я выну соринку из твоего глаза, когда в твоем собственном глазу бревно». Если вы посмотрите на 1 стих, там говорится. Поэтому нет тебе извинения тот, кто судит другого. Кто бы ты ни был, осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же самое. Это нужно разобрать и объяснить. Вне всяких сомнений, в 1 главе Павел обращается к язычникам, потому что письмо было написано к римлянам, а во 2 главе он обращается к религиозным евреям. Это хорошо видно далее из 10 стиха. «И язычники равны в своих грехах, и те, и другие нуждаются во спасении, и тех и других ждет суд Божий». Послушайте меня. Иудеи во дни Павла верили, что определенные ритуалы, соблюдение обрядов и праздников, соблюдение субботы и других святых дней сделает их праведными перед Богом. Они действительно так верили. Но даже без соблюдения этих ритуалов их все равно не будут судить так, как язычников. Некоторые раввины даже учили, что Авраам будет стоять у ворот ада и не позволит ни одному иудею войти туда. Поэтому Иисус сказал, «У меня для вас новость». А потом рассказал им историю о Лазаре и Богаче. Оба были евреями, но один жил праведно, а другой нет. И они оба оказались в разных местах. Даже обращение к Аврааму, о котором учили раввины, не дало результатов. Авраам сказал, «Нет, и снова нет. Теперь тебя ожидает суд». Именно об этом пишет Павел в послании к римлянам уже далее, во второй главе. Он еще больше рассказывает им о Божьем суде с первого по шестнадцатой стихи. Во-первых, он говорит, что суд Божий неизбежен. Об этом сказано в стихах с первого по пятый. Во-вторых, Божий суд будет очень справедливым. Стихи с шестого по двенадцатой. И в-третьих, суд Божий будет беспристрастным с тринадцатого по шестнадцатой стихи. Давайте рассмотрим эти пункты. Божий суд неизбежен. Никто из тех, кто жил на земле, не сможет избежать этого суда. Однажды, когда дворы небесные откроются, не будет суда присяжных, лазеек в законе, учета технических деталей и ограничений. Все будет стоять на своем месте. И люди будут во тьме. Кто-то во тьме, а кто-то во свете. Наша привычка указывать на других, чтобы не смотреть на себя, не поможет нам убежать. А в день суда это не сработает, потому что Бог видит все тайны и все сердца. Послушайте, что об этом сказал мой друг и наставник Джон Стотт. Он сказал так. Это, конечно же, не приглашение к тому, чтобы перестать мыслить критически или отречься от всех упреков и всех замечаний. Дело не в этом. Но Слово Божие говорит нам, что мы не можем судить других, если мы не судим себя. Надеюсь, вы все еще со мной. Вы не можете судить других, если не судите себя. Почему? Потому что это чистой воды лицемерие и двойной стандарт. Наше современное общество полно лицемерия. Поймите, я не мог бы стоять здесь и говорить о том, как важно быть верным распорядителем не только денег, но и времени, ресурсов, талантов и все, что дал вам Бог. Если бы я сам не был верным распорядителем, я бы так не смог. Я не мог бы говорить мужьям, любите ваших жен, как Христос возлюбил церковь, если я сам не люблю жену и хочу от нее только одного. Она бы мне этого не позволила. Я не мог бы сказать кому-то о жизни покаяния, мгновенного покаяния, когда вы падаете и грешите. Если бы сам не практиковал это, почему же так? Потому что с меня тоже будет спрос за все слова, которые я произношу. Здесь, на этом месте, как пастырь и начальник. Итак, суд Божий неизбежен. Поэтому в 138-м псалме сказано, «Куда могу уйти от твоего духа? Куда могу убежать от твоего помазания?» Сегодня аморальные люди в сфере развлечения, в политике и в других сферах пытаются судить Божьих людей. Разве это неудивительно и зрелищно? Если бы они жили в соответствии с моральными стандартами, то все было бы в порядке, но их лицемерие просто удивляет и обескураживает. Но есть хорошая новость. С рук им это не сойдет. И может сойти это с рук на день, на год или на всю жизнь, но вечности им придется ответить за это. «Сегодня среди нас есть отступники». Это так. Это люди, которые знали Господа, молились, ходили в истине, а потом отвернулись от этого. И сегодня осуждают тех, кто любит истину и старается жить по Слову Божьему. Пятый стих говорит об этом. Перевод Майкла Юсефа, если хотите. Бог терпелив и не отправляет людей в ад сразу после греха, потому что Он желает, чтобы они покаялись. Это мой перевод, но вы его, надеюсь, поняли. Не так ли? Бог очень хочет, чтобы люди покаялись, и из-за этого желания Он дает им время снова и снова. Он терпелив с ними так, как Он был терпелив с нами. Но вместо покаяния их сердца огрубели. Именно это слово используется в греческом. От него произошло понятие склероз артерий. А в духовной сфере оно означает ожесточение сердца. Такое сердце больше не реагирует на Божию любовь. Такое сердце не чувствует обличений и водительства Святого Духа. А во-вторых, суд Божий, он справедливый. Справедливость Божьего суда просматривается через всю Библию. Думаю, что некоторые из вас, читая 6 стих, расклеились и сказали, что это послание о спасении по благодати, а тут сказано, что Бог воздаст каждому по делам. Не делайте поспешных выводов. Сейчас я все вам объясню. Павел говорит, что Судный день будет публичным мероприятием, где провозгласят публичный вердикт. Судный день будет днем отделения или сортировки. А те, кто приняли Иисуса Христа как своего Господа, как своего Спасителя, они не будут приговорены к аду. Поэтому Библия говорит, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Они избегут ада, но не избегут подотчетности перед Богом. Мы дадим отчет Богу. Именно об этом Он и говорит. А не о том, что дела спасут вас. Но даже будучи верующим, я дам отчет за то, как я жил для Бога, каким верным я был, как я ходил с Ним. Я называю это нашей церемонией награждения. Кто-то получит кусок угля, а кто-то получит корону. Во 2-м послании Коринфянам 5 главе, 10-м стихе, сказано «мы». То есть это Он, Вы, Я, все верующие во Христа Иисуса. Ведь всем, всем нам предстоит явиться на суд Иисуса Христа. Иисуса Христа. Это не осуждение к вечности в аду. Надеюсь, вы это уже поняли. Мы дадим отчет перед престолом самого Христа. Каждому из нас предстоит предстоит дать отчет за распоряжение тем, что Он нам дал. Иными словами, от этого зависит, получите вы награду или нет. Услышьте меня, пожалуйста. Субъективный критерий спасения. Это только по благодати и только через веру. И это никогда не изменится. Это и есть Евангелие. Реальность, объективная реальность спасения, это то, как мы ведем свою жизнь. Иными словами, наша жизнь должна говорить о нашем спасении. В Матфея, в 7 главе 16 по 20 стих Иисус сказал так. Узнаете. Их по плодам их. Вот о каких делах говорил Павел. Скажу это иначе. Человек, который навечно спасен кровью Иисуса, через веру должен демонстрировать доказательство этого самого спасения. Как это сделать? Делая работу, которую определил для нас Бог. Ведь так? В послании к Ефесиным сказано, что мы созданы для добрых дел, то есть мы родились заново для добрых дел. Когда каждый из нас пришел ко Христу, мы получили определенные задания. Не все одинаковые, но именно за них мы будем давать отчет. Я дам отчет за исполнение моих заданий. В послании к римлянам 14 главе 12 стихе сказано, каждый верующий должен дать отчет Богу. Вы должны понять, что наш Бог не имеет предубеждений. Бог не будет судить нас на основании нашего этнического происхождения, образования, принадлежности к церкви, к динаминации или любой другой причине. Нет, и сотни раз нет. Мы так поступаем друг с другом. Мы судим друг друга на очень поверхностном уровне. Но Бог так не делает. Посмотрите на седьмой стих. Тут упоминаются две группы людей, спасенные и неспасенные. Спасенные дадут отчет, который будет основан на их поиске славы Божьей, о чтении Бога их жизнью и осознании божественного пребывания в их жизни. Две группы людей, два разных места предназначения, два разных приговора, а стихи 10 и 11 говорят нам, что суд Божий, как и Божье спасение, имеет определенные приоритеты. Речь о приоритете в вопросе времени, а не людей. Вы спросите, какие же это приоритеты? А вот послушайте внимательно. Поскольку Божий суд справедливый, он будет основан на том, сколько знаний получил человек. Помните ключевой стих всего этого послания? 1 глава 16 стих послания к римлянам. Я не стыжусь радостной вести, ведь она сила Божия для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, а потом и язычника. Вспомнили? А далее во 2 главе 10 стихе то же самое сказано о суде. Иудеев будут судить первыми, а потом язычников. Вот приоритет по временям. Почему же так? Потому что спасение пришло сперва иудеям, а потом и язычникам. Тысячи лет Ветхий Завет неоднократно заявлял о приходе Мессии, начиная с Бытия 3 главы 15 стиха. И до книги Еремии, Осии и Зекииля все они говорили, что обещанный Мессия грядет. А когда Иисус пришел, он сказал, «Я пришел к дому Израиля». Божье искупление было сперва предложено евреям, поэтому их будут судить первыми, а затем спасение было предложено язычникам, и их будут судить по тому знанию, которое получили они. Во-первых, Божий суд неизбежен, во-вторых, Божий суд справедлив, но и в-третьих, Божий суд беспристрастен, воистину беспристрастный. Затем Павел говорит, что вначале судить будут иудеев, и к ним будут более строгие требования, потому что у них были заповеди, закон, пророки, иудеи слышали закон, читали его в синагоге каждую субботу, а язычники даже не знали, что такое закон, но обоих ожидает равный и беспристрастный суд. Их будут судить по разным стандартам, но равно. 12 стих. Если вы взяли с собой Библию, то подчеркните этот стих, потому что он уравнивает всех игроков на поле. Он уравнивает всех, иудеев и язычников. Они в одной категории греха и смерти. Поэтому они в одной категории суда. Поймите меня правильно. Вот в чем суть этого стиха. Судить будут всех, но никого не будут судить по стандарту, о котором он никогда не знал. Неверующие погибнут за грех, а не за незнание закона. Живущие под законом будут судимы по закону. Никого не будут судить, по тому, о чем он не знал. Поэтому мы верим, что все младенцы, когда они умирают, идут на небо. Вы еще со мной? Бог беспристрастен в своем суде. Итак, вопрос в том, что будет с индусами, мусульманами, буддистами и всеми остальными. Павел говорит, что Божий закон, закон морали, напечатан на их сердцах, потому что они созданы по образу Божьему. Поэтому суд Божий будет основан на знании их сердца, их совесть будет говорить против них в день суда. Их совесть будет свидетельствовать о том, что они знали, что хорошо, а что плохо, но продолжали делать зло. Божий суд будет настолько беспристрастен, что никто, абсолютно никто в мире не сможет сказать, со мной обошлись несправедливо. Бог всегда справедлив. Ну, а завершить я хочу четырьмя пунктами о Божьем суде. Во-первых, их осудит их непринятие знания о Боге через Его творение. Надеюсь, вы это поняли. Во-вторых, их осудит их поведение, основанное на знании вечного закона, напечатанного на их сердцах, потому что они созданы по образу Божьему. Далее, в-третьих, их совесть, которую они пытались заглушить, будет говорить против них. В-четвертых, их осудит их врожденное знание о плохом и хорошем. Божий величайший суд ожидает тех, кто жил на Западе, где на каждом углу есть церковь и полно христианских радио и телепрограмм. Мы окружены христианскими свидетелями. Мы окружены друзьями и родными, которые пытаются нам говорить. таких людей ждет самый строгий суд. В отличие от тех, кто никогда не слышал имя Иисуса и самое ужасное место в аду, если можно так сказать, забронировано для тех, кто знал Евангелие. Может, они даже какое-то время следовали за Иисусом, но потом они отвернулись от Него. Если вы никогда не отвечали на невероятную Божию любовь, и вы знаете, что Он зовет и приглашает вас к себе, то вы можете сделать это уже сегодня. Вы можете отреагировать на Него сегодня. Если вы знаете и любите Иисуса, тогда давайте будем молиться. Мы не знаем, когда именно Он позовет нас домой или вернется за нами, поэтому я прошу вас, верно следуйте за Ним. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Редактор субтитров